Ну что ж, коллеги, начинаем наш вебинар. После таких длительных выходных спасибо, что вы нашли время и присоединились к компании OneTouch Travel. Сегодня с вами будем говорить мы об отеле Сирена Тушанбе. С нами будет представитель отеля Мария Чахая. Сейчас Мария к нам подключится. И, конечно, Иван Бабряев, директор продажам компании OneTouch Travel. Ваня, добрый день. Добрый день. Я думаю, что нужно еще дать время, чтобы все успели к нам присоединиться. Я же пока напомню о предложениях компании OneTouch Travel. Есть вылеты в Анталию на 14, 15, 16 июня. На 14, насколько я знаю, места осталось совсем-совсем мало. Поэтому, коллеги, кто вдруг спешит улететь в Турцию, пожалуйста, бронируйте. Все отели, подборка с лучшими предложениями. Есть в нашей рассылке, вдруг возникнет вопрос. Обращайтесь с радостью, вам поможем забронировать любой тур. Конечно, рад пригласить вас в рекламные туры с нами, с компанией OneTouch Travel. У нас уже анонсированы туры на осень, поэтому планируйте свое время. Как раз после рабочего сезона можно будет отдохнуть и поработать с пользой, провести время. Есть рекламный тур Мальдивы и рекламный тур Турции. Поэтому, пожалуйста, присылайте заявочки. Места есть. Что, Ваня, тебе передаю я слово. Уважаемые друзья, всем привет. Спасибо, что это утром вы решили провести вместе с нами. Сегодня у нас довольно необычное, так скажем, направление, но и в то же время довольно-таки интересное, потому что Центральная Азия, мы занялись довольно-таки плотно. Вот у нас много туров представлено по Узбекистану, и постепенно, естественно, мы приходим и на рынок СНГ. То, что касается Центральной Азии, это и Казахстан, и в том числе Таджикистан, у нас все больше и больше начинают спрашивать. Правда, пока в основном размещение в отелях, понимаем, что экскурсионный туризм, наверное, у нас, возможно, не настолько спрашиваем, но в то же время потенциал огромный и очень широкий. В связи с чем у нас появилась возможность провести вебинар по довольно очень интересному отелю, который входит в еще более интересную сеть отелей. Сирена Hotels, Safari Lodge and Resorts. Я уверен, что Мария сегодня очень много, что нам интересного расскажет, именно непосредственно о самой цепочке, что она из себя представляет, потому что это цепочка, которая очень широко представлена в странах Африки и Азии и из довольно-таки интересной концепции. Мария к нам сейчас присоединится. Добрый день еще раз. Подскажите, меня слышно? Вас прекрасно слышно. Видно? Не видно? Нет, пока не видно, но слышно. Сейчас еще раз попробую обновить. Вот сейчас и видно и слышно. Отлично. Мария, мы рады вас очень видеть, рады приветствовать. Передаем слово. Спасибо большое. Очень рада быть сегодня с вами. Спасибо, что выделили время для презентации. Конечно, участникам тоже большое спасибо, что нашли время поучаствовать, послушать. Как вы правильно сказали, направление сегодня очень необычное. И я хочу пару слов сказать про нас, про нашу компанию. Я являюсь директором Эрмитаж Групп. Мы являемся представительством различных отелей и туристических направлений. И вот есть у нас такая экзотика в лице Sirena Hotels. Это Таджикистан, Пакистан и Афганистан. Но сегодня мы говорим про Таджикистан. Я могу сказать, наверное, что мы одни из самых таких необычных представителей на рынке, потому что мало у кого встречаются такие неординарные отели и направления. Ну и в рамках этого хочется добавить, что в целом, рассказывая об отелях в сети Sirena Hotels, мы, конечно же, рассказываем и о направлении. Не так, наверное, объемно, как хотелось бы, но тем не менее в рамках наших знаний то, что мы видели и сами на себе испытали. Я была в том числе и в Таджикистане, и в Пакистане. И скажу пару слов про Sirena Hotels, конечно же. Ну вот тут на слайде видно, на самом деле у Sirena Hotels всего 9 стран в портфолио. Основная часть в Африке – это Кения, Руанда, Уганда и Танзания, Мозамбик и Конго. Шесть стран, где представлены лоджи и отели. Вообще Sirena Hotels известен по большей части в целом как сеть благодаря своим африканским отелям. Они очень хорошо продаются, многие знают, это и лоджи, и отели, особенно Кения, Танзания. Они прям конкурируют со многими международными сетями. Мы не представляем африканскую часть, так как в целом у них очень сильный маркетинг, и они сами проделали очень большую работу. Но в целом, о Sirena Hotels еще скажу, что основатель сети достаточно известный бизнесмен, инвестор, может быть известный в узких кругах, но он развивает как раз-таки туризм в этих странах. И в том числе его зовут Агахан. Мужчина этот очень религиозный, у него есть еще религиозный такой титул. Он имам в исламской религии, в ответвлении точнее ее. И поэтому в таких странах, как Афганистан, Пакистан, Таджикистан, он еще развивает вот эту религиозную тематику, культуру, продвигаясь среди молодежи, строит образовательные центры, мечети и так далее. Ну и часть его бизнеса – это отели. Неспроста это часть мира затронута, азиатская, Пакистан, Таджикистан, Афганистан, потому что основные приверженцы этой религии его как раз-таки проживают в этих странах. Но сегодня не об этом, конечно. Что касается отеля в Афганистане, два слова буквально скажу. Я там не была, но бывают такие очень редкие запросы. В основном это для госструктуры, для каких-то промышленников, особенно энергетическая промышленность и военно-промышленный комплекс, кто путешествует по работе, по бизнесу. Кабул – сериально-пятизвездочный отель, и он считается самым безопасным местом, в принципе. Во всем Афганистане. Поэтому если мало ли у вас такая появится история, то можно смело бронировать этот отель. Если нужны будут контакты или вопросы по отелю, мы, конечно же, с удовольствием поможем. Что касается Пакистана, сейчас немножко расширилась у них сеть, добавился новый отель. Но я была только в Исламабаде в столице. И вот пятизвездочный отель «Сирена Исламабад» – это Leading Hotels of the World, тоже очень узконаправленное такое направление, то есть не туристическое, я бы сказала, хотя Пакистан очень даже достоин внимания. Может быть, в ближайшем будущем и у нас разовьется интерес к этому направлению. Но в основном, опять же, туда летают по бизнесу, по каким-то госделам, госструктуры наши. Но в целом я была в отеле, видела столицу, поэтому тоже, если будет интерес, могу, конечно же, поделиться информацией. Ну и Таджикистан. Вот у нас отмечены в Таджикистане два отеля. Это наш пятизвездочный отель «Сирена Душанбе», который расположен в столице Душанбе. И есть еще небольшой отель «Сирена Харок». Он находится на границе с Афганистаном. Там всего шесть номеров. Это такой маленький, можно сказать, бутик-отель. На данный момент он не функционирует, поэтому про него мы особо не рассказываем. Сейчас это такая природная, природный заповедник, зона, куда приезжают подливаться природу, горы. Там речка протекает как раз на границе Афганистана и Таджикистана. И перейду непосредственно к отелю, который находится в Душанбе. Это наш пятизвездочный отель. Хочу добавить немножечко о Душанбе и о Таджикистане. Вообще, в принципе, Таджикистан – это очень горная страна. Примерно 94% страны – это горы. Ну, я думаю, все слышали такие названия, как Памир и Теншань. Вот как раз-таки это та природная достопримечательность, ради которой многие тоже едут в Таджикистан. Более 3000 метров над уровнем моря – это такая основная высота страны. Ну, а Душанбе находится на высоте примерно 750-900 метров. Это перепады, да. То есть это горная местность, нужно это понимать тоже и знать. И прямо рядом с границей Душанбе находится буквально в 100 метрах от города уже начинаются Гесарские горы, Гесарская долина. И как раз-таки Душанбе считается поэтому одной из самых высокогорных столиц в мире вообще. Ну, а Душанбе – это, конечно же, сердце Таджикистана. И буквально в начале 20 века здесь еще были просто кишлаки. И города такого, какой сейчас он есть, его и не было, его не существовало. То есть он расстроился буквально за последние 100 лет. Начали строить новые современные дома, гостиницы и так далее. Но название Душанбе тоже неспроста появилось. В принципе, вот в этой зоне, где было поселение и основные дома, там проходили базары по понедельникам. С таджикского, не с таджикского, прошу прощения, с языка фарси Душанбе означает понедельник. Это такой тоже момент интересный, факт о городе. Ну, и вообще город очень зеленый, очень уютный, я бы сказала. Чистый, конечно же, нам знакомы граждане Таджикистана, потому что они много приезжают к нам, работают у нас. И, в принципе, в своем городе они тоже поддерживают очень хороший порядок, хорошие дороги там сделаны. И в этом плане город прям удивил. И я была там, конечно, и тоже наблюдала множество парков, фонтанов. Из таких, наверное, достопримечательностей в Душанбе Национальный музей древности, например. Там хранятся различные экспонаты, которые рассказывают об истории и этнографии края. Одна из таких самых важных, наверное, это Будда в Нирване. Как раз находится в этом музее. Это прям такая, такой алмаз коллекции музея. Также в Душанбе есть площадь, где стоит флагшток с флагом Таджикистана. Он один из самых высоких в мире, 165 метров. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Ну и, конечно, есть другие музеи, музей этнографии, например. В целом, основной такой, наверное, момент, это площадь тоже основная. Исмаила Самани – это великий эмир, который основал это древнее государство. И, в принципе, в городе есть различные развлечения. И зоопарк, и рестораны. Буквально в пяти минутах ходьбы от нашего отеля есть торговый центр достаточно большой. Тоже, если интересует шоппинг. Но нужно понимать, что все равно в Таджикистане немножко это такая неосновная цель туризма. Если туристы едут, в принципе, в Таджикистан, то можно остановиться на пару дней как раз-таки в Душанбе. И почему рекомендую наш отель? Он находится гораздо в центре, чем расположен, в центре, чем, например, там, тот же Хаят или Хилтон. В 15 минутах при этом от аэропорта. И буквально даже меньше 15 минут до железнодорожного вокзала Душанбе. Это тоже важный момент. Локация, она удобная. Напротив есть тоже рестораны. Ну и в самом отеле, конечно же, есть рестораны. И, в принципе, вечером выйти из отеля, можно прогуляться. Отель расположен на самом оживленном проспекте Рудаки. Он очень зеленый тоже по всему проспекту. Высажены платы на это такое дерево, которое тоже является визитной карточкой города. Ну и у нас у отеля более гектара своей площади. Тоже очень зеленая территория. Есть свой сад внутренний. Я вам, похоже, покажу видео, вы увидите. И на территории отеля можно, в принципе, тоже отдохнуть. Есть открытый ресторан, который работает в сезон. Тоже расскажу чуть попозже. У отеля есть своя парковка. Она бесплатная. Можно, например, путешествие. Вдруг кто-то путешествует под Таджикистан на автомобиле. То можно воспользоваться ей, в принципе, если необходимо. Что касается номерного фонда, отель не очень большой. Всего 95 номеров. Это люксы и апартаменты. У нас в отеле есть такая клубная система. Она называется Resident Club. Но она, конечно, дает преимущество не только для гостей Сирены Душанбе, но и для гостей, которые отдыхают в других отелях сети Сирены в целом. Поэтому если завести такую систему лояльности, то она дает определенные преимущества. Это такая карта, да, грубо говоря. Она дает доступ в лаунжи закрытые, которые находятся на территории отеля. Включен завтрак обычно в бронирование. По вечерам в лаунже всегда предоставляют закуски, напитки безалкогольные. Услуга прачечной тоже дается на определенное количество вещей бесплатно. Отдельно свой консьерж есть. И дается тоже доступ в помещения для переговоров или каких-то мини-конференций. Ну, там на определенное количество часов это все тоже можно заранее уточнить. Если есть такая необходимость, обязательно предложат. Ну, вообще про отель хочу сказать, что это такая пятизвездочная элегантность, но в совокупности с колоритом местным и с яркой культурой таджикской. Потому что я, например, была на инспекциях в других отелях пятизвездочных, в том же Хаятин, например, или в Хилтоне. Они, конечно, типичные и они такие классические, то есть современные, да, но вы не чувствуете, что вы находитесь в стране. Вот такая отличительная черта серии на Hotels – это как раз таки то, что вы понимаете, где вы находитесь всегда, потому что внутри отеля интерьер отражает культуру и, конечно же, различное искусство современное. И не только современное, но и исторические, да, какие-то вещи, узоры цветочные, ковры. Вся мебель в отеле деревянная, она ручной работает. То есть в каждом номере кровать, вы увидите тоже на фотографиях, тумбы, кресла. Это все ручная работа. Конечно же, стены украшены местной росписью таджикской, мозаика, посуда, вы увидите, персонал в национальной одежде. Это действительно дает ощущение вам, что вы вот в этой стране, вы чувствуете приверженность к культуре к современной, к местной, прошу прощения, к локальной. Ну, что касается номеров, номера у нас начинаются с категории «Делакс», и они очень просторные уже, то есть это входная категория, но на 35 квадратных метров очень просторно на самом деле. И вот вы видите ковры, мебель, на стене обязательно висят вот эти тарелки, либо какие-то картины. Все местных мастеров, все ручной работы, поэтому прям окунают вас и ваших гостей в культуру таджикскую. Кстати, при отеле есть магазин, где можно, если что-то очень понравится, какая-нибудь тарелка, например, или что-то из посуды, или, может быть, ковер. Это все можно приобрести в местном этом магазинчике. Вот такая вот есть фишка у отеля. В номерах этих можно выбрать либо твин, либо одна большая будет двуспальная кровать. Во всех номерах есть сейф, есть Wi-Fi, телевизор, халаты, тапочки тоже есть во всех номерах. Также во всех номерах у нас присутствует мини-бар, там бесплатная вода и безалкогольные напитки. Тоже большой плюс. Ну и вот в этой категории у нас есть небольшая зона отдыха, там кресло и столик. В некоторых номерах есть диван, кондиционер обязательно. И в следующей категории она называется представительский номер, executive room по-английски. Она больше по площади, и она уже начинается с... Вот, то есть она предоставляет уже доступ в этот residence club, то есть доступ в лаунжи, дополнительные бесплатные услуги, вот то, что я перечисляла, прачечная. И плюс у этих номеров тоже появляется бесплатный трансфер из аэропорта. Тоже очень важный нюанс. При заезде для гостей вот этого номера всегда будет свежие фрукты, welcome такой, и сухофрукты в номере. Также в этом номере уже появляется принадлежность для приготовления чая и кофе, то есть чайник и пакетики, соответственно, чая и кофе. И меню подушек. Это уже немножко другой уровень получается, и, как я сказала, доступ в лаунж-резиденс. Он находится отдельно, у него есть своя зона такая, там прям уютный очень уголок такой, прям гостиная, она просторная, там тоже работает интернет, конечно же, и, как я говорила, там по вечерам доступны и закуски, и напитки. Бывает, что еще днем, но это в зависимости от загрузки отеля тоже, но сейчас, в принципе, загрузка большая достаточно, поэтому в течение дня, то есть в обеденное время там тоже закуски бывают, но по вечерам всегда. Этот номер попросторнее, как я сказала. Следующая категория – это представительский люкс, уже гораздо просторнее. Хочу отметить еще, что номера достаточно разные в плане оформления, вы это видите даже по фотографиям, разные узоры, разные ткани использованы, и на стенах тоже разный декор, шторы, то есть вот этим отличаются. И представительский люкс очень, как я сказала, просторный, 72-79 метров. Почему такой перепад, да, что номера расположены в разных частях отеля, и площадь чуть-чуть варьируется. Но в целом здесь все то же самое, что и в предыдущей категории. Тоже доступ в Residence Lounge есть, все те же дополнительные сервисы, которые я перечисляла. Ну и здесь уже нельзя будет выбрать King Size или Twin, здесь уже в этих номерах будут только кровати King Size. Также в этом люксе у нас не просто зона с диванчиком, такая зона отдыха, а здесь уже отдельная зона гостиной, такое получается, она отделена именно дверью. То есть получается такой двухкомнатный люкс. И последняя категория, это самый большой наш номер, президентский люкс. Здесь уже, конечно, уровень выше, площадь этого номера 258 квадратных метров, и здесь уже появляются дополнительные комнаты, дополнительные сервисы. Этот люкс обычно бронируют для кого-то высокопоставленного. он включает в себя спальню, гостиную, здесь есть кабинет, здесь есть столовая, ее можно также, например, оборудовать для каких-то переговоров, может быть, для встречи для какой-то. И есть еще отдельная зона, они ее называют кладовая, но она на самом деле такая мини-кухня, это тоже такая комнатка, и там есть все оборудование, холодильник, плита, микроволновая печь, то есть посуда, если нужно что-то подать в номере, какой-то ужин, например, небольшой организовать, то это все возможно сделать, отель предоставляет персонал, и, конечно же, можно заказать еду из ресторана, либо что-то там на месте уже приготовят. Здесь точно так же будет все включено, вот эти вот меню подушек, мини-бар бесплатный, трансфер из аэропорта, прачечная и так далее. Что касается трансфера, его, конечно, нужно бронировать заранее, это для тех гостей, которые проживают вот в этих номерах Residence Club, и есть еще отдельная дополнительная услуга, ну вот, например, для тех, кто проживает в президентском люксе, может быть актуально, если это кто-то высокопоставленный, есть услуга заказа лимузина. Это за дополнительную плату, но, в принципе, это могут предоставить по необходимости, тоже в зависимости от пожеланий гостя. Что касается еще номерного фонда, у меня на презентации не отмечено, но в отеле есть 10 апартаментов, то есть это номера, которые предоставляются на долгосрочное проживание. Например, если кто-то приезжает в командировку длительную и находится там, хочет жить именно в отеле, с услугами отеля, ну, как бы это мини-такой мини-квартира, мини-апартаменты со своей небольшой кухней, в принципе, это тоже возможно. Некоторые, в принципе, выбирают и для короткого срока проживания, но это очень комфортно для тех, кто хочет надолго остановиться в отеле. Что касается кухни и ресторанов в отеле, выбор достаточно хороший и хвалят очень завтраки наши. У нас есть основной ресторан «Рудаки», он находится на первом этаже, где лобби. Это ресторан практически единственный, если не брать с международной сети отелей, где есть шведский стол, то есть подача, как мы привыкли, с различным выбором блюд на завтрак, фрукты, овощи, различные завтраки сухие, например, хлопья, каши и так далее. Также на горячее можно попросить на завтрак отдельно приготовить яичницу, омлет в том виде, в котором нужно. И также ресторан работает на обеды и на ужины. Здесь подается местная кухня. Можно сказать про таджикскую кухню, она чем-то похожа на узбекскую. Конечно, основное блюдо, наверное, самое популярное – это плов, но при этом есть и много мяса, кебабы, различные пирожки мясные, лепешки и так далее. То есть таджикская кухня богата и, в принципе, она вам тоже, я думаю, знакома, очень похожа на узбекскую. Что касается дополнительных каких-то мест, видов питания, есть чайхана, есть кондитерская, они тоже находятся на первом этаже, там подаются горячие напитки, чай, кофе и свой хлеб мы печем там, различные десерты, пирожные. Можно посидеть в лобби, можно посидеть в самой чайхане, либо у нас еще работает терраса, она работает сезонно, примерно с конца апреля до октября, она находится с внутренней стороны отеля, такой дворик свой, и там стоят столики, соответственно, можно насладиться садом, природой, там, кстати, очень много птиц, послушать и насладиться спокойствием, потому что передняя часть отеля, она уходит на оживленный проспект Рудаки, как я говорила, и, конечно, там есть движение, и достаточно оживленное. Это, кстати, можно учитывать и при выборе номеров, есть номера, которые выходят на проспект, а есть, которые выходят во двор, поэтому можно этот нюанс тоже обговаривать. Есть еще у нас ресторан барбекю, он работает также сезонно, это ресторан в саду, во внутренней части нашего двора, там в хорошую погоду, как раз-таки где-то с апреля, с конца апреля по октябрь, мы подаем там барбекю, салаты, фрукты, это все тоже можно забронировать столик, либо можно просто прийти в достаточно популярное место, кстати, местные жители тоже приходят в этот ресторан, так как любят наслаждаться летним барбекю. И есть еще у нас бар Сузанни, это бар, он находится внутри отеля, там подаются алкогольные и безалкогольные напитки, в том числе крепкие спиртные напитки. И есть у нас коллекция пива в этом баре. Здесь, почему он так называется, кстати, Сузанни, это вышитый вручную декоративный текстиль местный, его изготавливают в основном в Таджикистане, но еще в Узбекистане и в Иране, поэтому такое название дали этому бару. Про клуб Престиж я вам уже немножко рассказала, который, Сирена Хотелс Престиж Клаб, он как раз-таки, это программа лояльности, действует во всех других отелях тоже, они дают определенные скидки, бонусы, ну и, соответственно, можно получать спецпредложения, но это больше, я бы сказала, для прямого клиента, то есть можно предложить, если ваши туристы едут, вступить в эту программу, и они получат дополнительные услуги в отеле. И скидки, например, на СПА, когда они уже отдыхают, они могут на месте забронировать с учетом этой скидки. Отель очень популярен среди бизнес-путешественников, поэтому, конечно, это такая тоже визитная карточка отеля. У нас 4 крытых площадки, мы считаем это конференц с залами, и есть один ballroom у нас, большой зал для конференции, для большой, например, и в сезон у нас есть открытая площадка в саду. Все по современным меркам очень на высоком уровне, все аудиовизуальное оборудование, на месте у нас есть организаторы мероприятий, и кейтеринг, конечно же, и плюс консьерж помогает в организации каких-то выездных групповых экскурсий, прогулок, может, каких-то тимбилдингов и так далее. Есть всегда групповые тарифы для делегатов, и до 500 примерно человек можно разместить самое максимальное, какое мероприятие может вместить отель. В основном ориентация на таких туристов, кто приезжает на мероприятия, конференции, много на самом деле в Душанбе в последнее время международного уровня мероприятий проходит, но и индивидуальные туристы тоже присутствуют, особенно те, кто ездит по стране, альпинисты тоже приезжают, они пару дней, например, в Душанбе останавливаются, поэтому любым гостям рады, и для любых гостей здесь есть и номера, и услуги, и, конечно же, развлечения. Также в отеле, кроме основных моментов, у нас есть потрясающий спа. Вообще в отеле 8 этажей. Первые 2 этажа у нас. Первый этаж – это лобби, рестораны, второй этаж – это конференц-залы и ballroom. Дальше с третьего по восьмой – это номера, и на крыше уже у нас находится, это как бы считается последний этаж, спа-зона и открытый бассейн. Очень просторная, на самом деле, уютная зона. Бассейн работает с апреля по октябрь. Здесь у нас есть лежаки, зонтики, полотенца, есть обслуживание, свой бар, там закуски, напитки подаются. И непосредственно сама спа-зона. Здесь у нас есть кабинеты для массажей, процедуры различных ритуалов, как для одного человека, так и для пар, например. Есть косметология также, и салон красоты, если необходимо маникюр сделать, или прическу, например. Что касается спа-услуг, они все за дополнительную плату для гостей, которые посещают процедуры. Вход в бассейн бесплатный, также вход в бассейн для гостей резиденс-клаб, то есть номеров, начиная с представительского, тоже бесплатный. Для остальных гостей есть небольшая символическая плата за вход в бассейн. Бывает, что приходят гости извне, не проживающие в отеле, но их меньше, достаточно всегда спокойно в отеле. Но я считаю, это большой плюс, потому что можно охладиться, искупаться в прохладной, освежающей воде бассейна, позагорать, и, в принципе, провести свой день после прогулок, например, можно отдохнуть у бассейна. И, конечно же, в отеле есть спортзал, он бесплатный для всех гостей, поэтому доступ есть только для проживающих. Он не очень большой, но, как вы видите, очень красивый тоже панорамный вид, остекление такое панорамное, и гости любят, кто является фанатом спорта, любят провести утро или вечер, например, в спортзале. Это основная информация по отелю. Я вижу, что появился вопрос. Так, подскажите, пожалуйста, как бронировать трансфер у туроператора или в отеле? Если вы работаете с туроператором, то можно запросить через туроператора. Если в этом никакой сложности нет, то есть это все обсуждается с вашим партнером. Вот. Ну, гости, которые самостоятельно бронируют на сайте, либо там через букинг, они, конечно, запрашивают, соответственно, напрямую в отеле. Что касается детей, кстати говоря, нет детского клуба в отеле, нужно иметь это в виду, особо развлечений в отеле никаких не будет, но если необходимо, предоставляют baby coat, по-русски люлька детская. То есть если, например, маленький ребенок, то можно запросить дополнительно вот такую вот услугу. Няне услуги тоже нет. И я сейчас вам скину контакты моей и моей коллеги Натальи, которая у нас занимается как раз сетью Sirena Hotels. И у нас есть Telegram, где мы публикуем полезную информацию об отелях, в том числе Sirena Dushanbe. И мы с удовольствием всегда отвечаем, помогаем, подсказываем и рассказываем о наших отелях. Я сейчас вам включу небольшое видео. Хочу, чтобы вы посмотрели, как выглядит отель. Прошу прощения за качество, потому что я так думаю, может зависеть от интернета, но я думаю, что вам понравится. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok вопрос еще, да, что есть рядом с отелем, куда выйти или сходить. Но в целом можно выйти, в принципе, на проспект Рудаки и пройти по нему, прогуляться. Он очень зеленый, по дороге встречаются и рестораны, и местные магазинчики. Можно что-то из сувениров купить, какие-то сувенирные лавки. В целом недалеко, если уж хочется прогуляться, можно дойти пешком, но ехать чуть меньше 10 минут до Национального музея. Недалеко находится тоже, можно пройтись пешком, площадь основная, сейчас скажу, Асай, по-моему, называется. И все это в пешей, в принципе, доступности, 15-20 минут. Можно, в принципе, по проспекту прогуляться и не заблудиться, поэтому выйти есть куда. Вот. Еще хотела отметить про погоду, что, конечно, в Душенбе есть сезонность, и все-таки горная местность тоже. Самый холодный месяц – это январь, где-то плюс 5 градусов, ночью минус 2, там, может быть, минус 5 тоже. Но лето самое жаркое, вот сейчас уже 35-37 градусов, говорили с коллегами, достаточно жарко. Нужно тоже это иметь в виду. Ну, осень-весна, такие переходные периоды, можно попасть в очень приятную погоду, плюс 20 градусов, примерно сентябрь, октябрь, либо апрель. Вот. И для прогулок хорошая погода, и для того, чтобы погулять по музеям, в принципе, и по городу, и по паркам. Кроме того, площадь есть, такая известная площадь Азади, это одна из старых площадей Душанбе. Она как раз находится на пересечении проспекта Рудаки и улицы Исмаила Самани. И там находится очень такое величественное здание Дворца Президента Таджикистана. Меня очень впечатлило. Видно, что много денег было, конечно же, потрачено на это. Вот. Ну, там тоже можно прогуляться. Но зайти туда нельзя. Мне кажется, только с экскурсиями туда можно. Площадь самого основателя первого государства таджикского, Исмаила Самани. Ну, туда ехать нужно несколько лучше на транспорте. Можно, кстати, заказать, гости могут либо на ресепшене заказать трансфер, либо взять такси. С такси, я бы сказала, нужно быть аккуратным, потому что они могут заряжать такие цены повыше. Я рекомендую все-таки просить об этом у персонала ресепшена. Что еще? Есть зоопарк, но до него нужно будет ехать. Есть парк молодежи, там есть парк культуры и отдыха. И молодежное озеро, но это север города. В принципе, от центра не очень далеко, но также нужно будет бронировать какой-то транспорт. Ну, я всегда рекомендую для таких прогулок, может быть, выгоднее взять гида. Да не может быть, а да, потому что история очень богатая и интересная. И, конечно, лучше смотреть город, когда о нем рассказывают. И ботанический сад Академии наук еще есть. Он достаточно просторный, там много уникальных растений. Я сильно историю не знаю этого парка, но знаю, что там достаточно уютно, различные беседки есть, проходят там выставки, концерты, фестивали. У нас, кстати, у нас в отеле тоже проходят периодически выставки дизайнеров, различных художников. И все это выставляется у нас и в лобби, и на втором этаже, где конференц-залы, и в саду также. Летом тоже вот проходит музыкальный фестиваль, отель участвует, и на территории отеля вот в саду как раз внутренне. Если сейчас получится, я вам включу небольшое тоже видео. А, нет, не получится. Там как раз-таки видео с вот этим мероприятием. Внутри ставят у нас в саду экран, звук, и, соответственно, проводят мероприятия, танцевальные какие-то мероприятия, музыкальные, живая музыка национальная, гастрономические тоже такой корнер ставят, и можно попробовать национальную кухню. В целом, есть чем заняться. Не могу сказать, что Душанбэй это такое направление долгосрочное, но на пару, пару-тройку дней вполне есть чем себя занять. В целом, наверное, с моей стороны это все. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу. Мария, большое спасибо за ваш рассказ. Вебинар направление для нас необычное, новое, и отель тоже, да, я думаю, что немногие, на самом деле, знакомы моим коллегам, поэтому, коллеги, немножко забегу вперед, что запись вебинара можно будет посмотреть в наших социальных сетях. Если будет нужна презентация с радостью с вами, с ней, конечно, тоже поделимся. Если остались у вас вопросы, можно задать в чат, и Мария на них ответит. Если вдруг вопросы останутся у вас позже или возникнут позже в процессе работок, конечно, можно писать нам, но уточним мы все детали. Еще раз благодарю вас всех за участие. Да, извиняюсь, перебиваю. Я прошу прощения, я хотела добавить еще, у нас есть электронная брошюра, такая достаточно красивая, там как раз таки есть информация обо всех отелях азиатской части Сирена Хотелс, Пакистан, Таджикистан и Афганистан. Там и фотографии есть, и описания, если тоже нужны будут материалы, то с удовольствием поделимся. Но про Таджикистан хочу сказать, что, к сожалению, посольство и офис по туризму не выделяют достаточно средств внимания продвижению своего туристического потенциала. Может быть, в ближайшее время они начнут этим заниматься, мы с ними на связи, стараемся их все время в эту сторону склонять. Но на самом деле достаточно достойная страна тоже, Таджикистан, в плане интереса туристов и различных природных достопримечательностей и городских в том числе. В этом я лично точно не сомневаюсь. Всегда и везде есть что-то интересное, что можно увидеть. Ну что ж, коллеги, на этом мы с вами прощаемся и рада буду вас пригласить на наши следующие вебинары. На этой неделе компания OneTouch Travel планирует серию вебинаров с сетью отелей Мелия. Первый вебинар состоится у нас завтра с вами в 12 часов дня, поэтому приглашаю всех. Информация и ссылочки будут также в наши рассылки в наших социальных сетях. Присоединяйтесь, это будет интересно. Всем желаю хорошего дня и приглашаю на следующий. вебинары. Всем до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...